Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Инстейшн, и в этом видео мы с вами поговорим на тему Как полюбить себя? Большинство людей, страдающих из-за нелюбви к себе, не могут нормально общаться с другими людьми и тратят уйму времени, ища в себе недостатки. И сегодня я вам расскажу о нескольких способах, которые реально помогут вам полюбить себя. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх, подписываться на мой инстаграм, а мы под нами. Первое, что вам нужно сделать, это найти причину. Многие из тех, кто испытывал проблему с принятием себя, возможно, подвергался травле в школе, ведь это очень сильно бьет по самооценке. Или же, например, у вас были неудачные отношения, и теперь вы во всем корите себя, ведь когда любимые от нас уходят, мы, естественно, ищем причину в нас. Красавица наша, миллионерша пришла! Здорово, чучело! Здорово! После того, как вы нашли причину, нужно обязательно принять себя, свою внешность, свой характер и свое тело. И это не значит, что вы должны каждый день, стоя у зеркала, говорить, я самый идеальный, я самый красивый в этом мире. Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без зуба. Это она ерунда какая. Нет, эти действия не дают никакого эффекта. Принять себя и принять свое тело, это означает бережно относиться к нему. Могу сказать, что с людьми, которые любят и принимают себя, гораздо проще общаться, а также к таким людям тянутся окружающие. Значит, если мы хотим лучше относиться к себе, нужно лучше относиться к окружающим. И одно из самых важных, нужно научиться ценить себя и не делать что-то ради кого-то, кто этого недостоин, и также не бегать за людьми. И один из первых шагов это снисходительность. Понимать слабости человека, прощать ошибки, не судить строго. Вот что такое снисходительность. Потеряв свое я, человек начинает себе и окружающим доказывать значимость своего фальшивого я. Не любя себя, мы разрушаем нашу личность. И что же делать, когда нам не нравится наше тело? Ну, во-первых, сейчас каждый в праве и в силах изменить свое тело. Например, ты можешь пойти подкачаться в зал или сесть на диету и чуть-чуть похудеть, и это уже приведет тебя к изменениям. Но для начала я вам сейчас могу рассказать об одном классном упражнении, тренинге, которое, возможно, вам поможет. Для этого вам понадобится листочек и ручка. Вы берете свой листочек, в моем случае этот блокнот, и делите его на две части. На одной стороне вы перечисляете своих 20-10 особенностей и плюсов, которые вам действительно нравятся в себе, а на другой стороне вы перечисляете свои минусы. Взгляните на этот список и позвольте себе больше ценить, чем осуждать. Начинайте новую жизнь с добром к себе и к окружающим. Если вам что-то не нравится в вашем характере или в вас, начните это менять. Ведь только вы в силах это поменять. И почему же я, собственно говоря, говорю о добре? Да потому что добро — это свет не только внутри вас, но и снаружи. Начните улыбаться, даже если день не очень задался. Начните на 80% говорить, что все окей, жить прекрасно, и только на 20% выражайте свое недовольство. А почему я говорю выражать свое недовольство? Да потому что, когда вы его выражаете, оно автоматически от вас уходит. Пока вы улыбаетесь, все вокруг и жизнь будет улыбаться вам, поверьте мне. Например, идете вы по улице, так вы идите с улыбкой, а не с покерфейсом, и все люди начнут дарить вам улыбки в ответ, это же прекрасное ощущение, потому что они будут видеть, что вы позитивный человек, и вы им улыбаетесь. Почему вам не улыбнуться в ответ, это же так здорово. Ну и на сегодня все, надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, то не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм и остальные соцсети, и если вы хотите больше видеть именно таких видео на моем канале, то пишите об этом в комментариях. А с вами была я, Инна Стейшн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok